Всем привет, меня зовут Ким, это специальный обзор для компании NVIDIA. Мы на стенде компании Sony. Здесь показали три новых смартфона. Почему-то они их поставили на стенд только два, а третий, самый дешевый... Сейчас, ребята, закончили. Два новых смартфона XA2, XA2 Ultra. XA2 поменьше, XA2 Ultra побольше. Я начну. Тут лежит серебристый, черный, все в чехлах. Но вот голубой, а еще есть розовый, голубой самый такой... Его лучше всех в кадре видно, скажем, как есть. Очень легко тут увидеть, какие элементы на корпусе, как все устроено. Во-первых, сканер обчатков пальцев. Многие спрашивают, почему он стал сзади. Неожиданно для Sony, потому что Sony с этой моделью выходит активно на рынок США. И есть определенные ограничения. Нельзя в Америке сканер совмещать с кнопкой. Такая вот странная история. Но, как вы знаете, у Sony обычно он совмещен вот тут сбоку с кнопочкой. А сейчас он находится отдельно сзади. Он достаточно простой по характеристикам. Экран Full HD. Но, опять же, это Sony. Экран довольно яркий. И цветопередача здесь не вызывает каких-то вопросов. Процессор Snapdragon 633, гигабайта оперативки. По памяти один вариант 32 гигабайта. Четыре разных цвета. Камера 23 мегапикселя основная. 8 мегапикселей. Фронтальная камера. Большой глазок, 120 градусов. Похожен как на XZ Compact. Compact XZ1. И тоже умеет делать широкоугольные селфи. Смартфон крупно. Тонкие рамки по бокам. Но все-таки еще широкие сверху и снизу. Это XA2. XA2 Ultra, как я уже сказал, больше. Вот он уже как-то больше ажиотажа вызывает. Нам придется подождать в очереди, чтобы его поснимать. Большой. Большой смартфон. Это фактически копия XA2. Только с увеличенной диагональю экрана. Тот же сканер отпечатков пальцев сзади. Кнопочки все привычные. Слот для сим-карт. Большая камера. Экран тоже 1920х1080. Тот же процессор с номером 630, но 4 гига оперативки и 32 или 64 встроенной памяти. 23 мегапикселя основная камера и сдвоенная фронтальная камера 8 и 16 мегапикселей. И также есть поддержка 120 градусов в широкий угол. Самое, конечно, интересное это цены. И цены здесь не сказали. Третий смартфон это LA2 Sony Xperia. Он еще проще. Там вообще 720p экран. Еще дешевле. Но здесь он почему-то не представлен. В любом случае дождемся, когда новинки приедут в Россию. Сколько они все будут стоить, посмотрим. Но все ждут от Sony уже наконец-то чего-то такого, что прям... А это пока что такой средний сегмент. Но все равно многим будет интересно. Специальный обзор для компании M-Video. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. М-Video. На мне все равно.